Добрый день, уважаемые телезрители! В прямом эфире на телеканале Юрган случай из практики в студии Северин Арпа. Дети – цветы жизни. Наверняка каждый не раз слышал эту фразу, но в наши дни многие сознательно не заводят детей. Причем не просто откладывают их рождение, а не планируют вовсе. Именно о таком явлении, как child-free, а также о других аспектах отказа от будущего потомства сегодня и по беседам. В нашей студии Ирина Ванан-Киашко, психолог. Ирина Ванан, здравствуйте! Здравствуйте, Северин. Вы, как человек, который непосредственно общается с множеством людей, что можете сказать, насколько действительно это явление, желание отказаться от детей сознательно, причем как часто оно встречается, например, у нас? Ну, встречается достаточно часто во всем мире. Где-то процентов 10 супружеских пар отказываются от детей. Причем это было явление всегда, это не явление последних лет. То есть это не какая-то тенденция, всегда это существовало? Всегда существовали женщины, которые не хотели иметь детей. Ну, они мотивировали разными причинами, но в основе было нежелание иметь потомство. Кстати, к таким женщинам, можно сказать, относились Майя Плесецкая, Опра Уинфри, например, так что Жаклин Бесетт даже. Ну, давайте продолжим, да. Ну, если брать западные страны, то там это явление встречается почаще, чем в России. С чем это связано, может быть? Ну, я думаю, мое мнение, что это с уровнем жизни связано. Чем лучше уровень жизни, чем лучше люди живут, тем меньше они рожают детей. То есть одного ребенка максимум, и то в возрасте не 20 лет, а когда уже там 35-37, вроде уже считают, что это. Пора. Уже пора, да. А до этого другие задачи, другие приоритеты, другие ценности. Ну, какие ценности? Работа, зарабатывание денег, карьера, статус, машины и так далее. Некоторые говорят, что пока квартиру не куплю, и бюджет не буду. Да, ну, в общем-то, наверное, в этом смысл тоже есть. Ведь действительно появление ребенка в семье требует затрат, и если мы хотим полноценную личность воспитать, мы хотим ее и обеспечить. Мы не можем ее держать там впроголодь, и чтобы ребенок ходил в какой-то одежде непонятной, правда же? То есть это личностные проблемы потом будут однозначно, если он чувствует, что я хуже других. Это тоже важно. То есть получается, что вот, ну, вот и в Европе говорят, да, что там как раз действительно это такое характерное явление, что очень детей все меньше. А вот в других странах это может быть связано еще и с тем, чтобы, как бы, боясь, что после тебя не останется потомство. Вот в странах, я имею в виду, где иная ситуация, необеспеченные какие-то такие. Может быть такое? Может быть. Стремление оставить после себя кого-то, это, в общем-то, часть жизни человека, и потребность в этом у большинства людей есть. Чтобы, когда мы уйдем, а мы уйдем, чтобы кто-то после нас остался. То есть, по сути дела, ребенок — это продолжение себя в будущем. То есть я в будущем. И если этого не делать, то, ну, тогда обрывается ниточка рода, и не все на это согласны. И я тоже на это, например, не согласна. Но вот все-таки, тем не менее, вот даже вне зависимости от уровня жизни, какие еще могут быть причины сознательного желания не заводить детей? Причин может быть очень много, причем эти причины иногда противоречат друг другу. Так. Ну, вот одна из причин — это жить так, как я хочу, чтобы мне никто не мешал. Спать по выходным. Да, там, ну и так далее. Ходить, куда я хочу, ходить в гости, делать карьеру, зарабатывать деньги и тратить на свои удовольствия, не ограничивать себя в поездках, ну и так далее. То есть жизнь для себя, пусть дети будут. Они считают, ну, не против, но вот они как-то вот не здесь, не на моем пространстве. То есть это одна причина. Вторая причина — это некоторый инфантилизм. То есть человек вроде бы взрослый, но он в душе как ребенок. Он не готов взять на себя ответственность еще за кого-то. А ребенок — это же ответственность. Это точно. Еще третья причина — это когда, если проанализировать этих людей, жизнь их, то зачастую можно столкнуться с тем, что в детстве у них была неблагоприятная семейная обстановка. То есть они подвергались какому-то насилию. Ну, например, психологическому насилию или физическому насилию. Или, ну, недостаток любви в семье. То есть ребенка кормили, одевали, но не любили. И он при воспоминании о собственном детстве старается вообще вытеснить тему детства из головы. То есть к ней близко не приобщаться. Быть ребенком для него — это значит страдать. Ребенок как раб. Кушает то, что дадут родители, вещи носят, которые купят родители, в игрушки играют, которые купят родители, а может и ничего не купят. Семьи же разные и по достатку, и по уровню культурному, и по традициям, по всему. То есть вот эти причины, если проанализировать, еще можно даже найти. Ну, вот основное, наверное, вот эти вот. Получается, что все равно так и иначе. А много, вот все причины практически вытекают из детства, наверное, да, все-таки? Да, мы все родом из детства. В большей степени. Да, ну, много всего оттуда. То есть эти люди, они с космоса не падают. Они среди нас, они растут в каких-то условиях. И потом у них формируются вот такие ценностные базовые установки, что дети — это хорошо, но пусть они будут подальше от меня. Пусть они растут, я не против детей. А, еще одну вспомнила причину. Это, знаете, вот такая она, может быть, философская причина. То есть эти люди считают, что и так на земле очень много народу. Ресурсов не хватает. Некоторые голодают. Экологическая обстановка плохая. А мы еще кого-то родим и усугубим тем самым вот и так сложную обстановку в мире. Поэтому они сознательно идут на то, чтобы население планеты не увеличивалось, хотя бы за счет их не увеличивалось. Ну, вот такая идея. Они в нее верят, они как бы ее проповедуют. То есть такая точка зрения тоже, наверное, имеет место быть. Мне кажется, что все равно ближе уже к зрелому возрасту, все равно вот какой-то там в душе червячок хлыкнется. Надо было вот все-таки, надо. Зря мы не завели. Может быть, такие люди тоже к вам обращались за психологической поддержкой. Мне кажется, это же потом в возрасте понятно, что уже это гораздо сложнее завести малыша. Обращаются люди, которые вот идут на ЭКО. То есть они, например, лет 20 жили в браке, но не планировали детей, не хотели, им не надо было. Были другие задачи. Экстракорпоральное оплодотворение, мы об этом сейчас будем говорить. Да, ну а потом в какой-то жизненный момент решили, все-таки надо после себя наследника оставить. И пришли потом к результату, что они естественным путем не могут получить беременность и, соответственно, прибегают к такому медицинскому вмешательству, что, в общем-то, для многих пар является единственным выходом из ситуации. Это да. И поэтому хорошо, что сейчас такие методы есть, и они в Сыктывкаре у нас применяются достаточно активно. То есть много пар, да? Много пар, да, и уже можно никуда не ездить в крупные центры, а сделать все в Сыктывкаре. Но бывают, наверное, ситуации, к сожалению, что с первого раза не получается у пары вот таким способом, способом ЭКО, да, зачать ребенка. Наверное, тоже какое-то потом некомфортное, скажем так, ощущение. И как в такой ситуации вот что можно посоветовать, сказать людям? Ну, вообще, лучше бы к психологу прийти. Если человек сам не может справиться с ситуацией, чувство фрустрации, обиды, чувство вины, ну и другие чувства негативные, лучше обратиться к специалисту. Тем более, вот, есть возможность, те, кто идут на программу, обращаться к специалисту. Бесплатно причем. Это входит в программу, получается. Да, входит в программу, и, соответственно, вместе преодолеть вот эту вот ситуацию. Можно быть счастливым и без детей. Можно быть счастливым с детьми. И когда у человека психологическое здоровье, то ему и так хорошо, ну а с ребенком еще лучше. Но без детей он тоже может быть счастливым. Пара может быть счастлива и без детей. Так что те, кто выбирает, даже пусть и вынужденную такую жизнь без детей, то есть они должны понимать, что можно жить и хорошо, и так счастливыми. Да, главное, чтобы была любовь, взаимопонимание в семье. Вот если это есть, то вполне можно прожить свою жизнь гармонично, счастливо. Но с детьми все равно, наверное, все-таки веселее. И как-то жизнь приобретает больший смысл. И вместе с ребенком открываешь мир заново. То есть плюс это, безусловно, есть. Но вот люди, которые подвержены вот этой идее Child Free, они на каждый мотив, на каждый наш довод, они придумают и выскажут два своих довода, почему это им не надо делать. То есть наши доводы о том, что можно, как здорово жить с детьми, представители этого сообщества, они найдут свои доводы, почему этого не надо делать. Потому что это их убеждение. Ну получается, что их надо тоже уважать, ведь это их точка зрения, правильно? Они для себя вот так вот решили. Это же не значит, что они хуже других. Правильно? Абсолютно, да. У них позиция, она аргументированная, эта позиция. У них другие задачи. Вот, например, возьмем ситуацию. В какой-то организации работают две 30-летние сотрудницы. У одной трое детей, и она вынуждена все время выходить на больничный то с одним ребенком, то со вторым, то с третьим. Ну это жизнь. А у другой сотрудницы нет детей, она их не планирует. Она работает с энтузиазмом, она может задерживаться на работе, она создает вообще продукт какой-то. Благодаря ей вообще организация существует и не закрывается, и не висит замок, например, на дверях этой организации. Ведь так вот, что для работодателя важно? То есть все, если все будут только заниматься детьми, а кто будет вообще валовый продукт в стране создавать? По большому-то счету. То есть все в жизни важно, но и работа, ведь она тоже очень важна на самом деле. То есть может быть благодаря им в какой-то степени, людям, которые выбирают философию child-free, такой сохраняется баланс. Да, сохраняется баланс. А если все уйдут в домохозяйки, например, все женщины в нашей стране скажут, все, буду рожать, буду там с детьми заниматься. Это было бы неплохо, если бы все мужчины работали и получали. Да. Но есть такие страны, где вот такая система, но не у нас в стране. Наши женщины все должны. И родить. Наши женщины на месте не могут сидеть, поэтому. Очень активные. Им надо. Как часто к нам приходят на консультацию именно пары, или все-таки по большей части женская половина приходит, скажем так? Чаще женская половина приходит. Ну вот так вот в нашей стране. Чтобы мужчина пришел на консультирование, должно быть что-то очень серьезное произойти в его жизни. То есть у нас в стране получается вот это какая-то еще, есть какой-то определенный, у мужчин у нас какой-то барьер, менталитет что ли, что к психологу мы не пойдем ни за что. Да. В общем, как-то буду сам решать свои проблемы, может быть там где-то выпью, где-то там с друзьями может быть, а может еще вообще все внутрь загоню, все эмоции никому не покажу. Ну вот такой менталитет у нас. С этим трудно что-либо сделать. Видимо, с годами может быть что-то только поменяется. На Западе другая стратегия. Там скорее пойдут, проанализируют, решат что-то для себя и освободятся от каких-то переживаний. Но это у нас по-другому пока. Пока это редкость. Да, пока это редкость. Пары, которых вот допустим, опять же по физическим каким-то параметрам нет возможности завести детей. После консультации вот с психологом, может быть они решаются взять ребенка, допустим, из детдома. Может быть такие ситуации тоже у вас были. И что потом происходило в семье? Ну такие ситуации бывают. И надо сказать, что в некоторых случаях потом наступает, после того, как ребенка взяли из детдома, занимаются с ним, потом возникает ситуация, что своя беременность возникает. Хотя до этого говорили, что... Абсолютно естественная. Да, и без иколога даже вот такое вот бывает. Но чем можно объяснить? Тем, что у них уже красная лампочка, ну я образно выражаю, в голове не горит по поводу детей. Все, ребенок у нас есть, мы занимаемся. Мы полноценная семья, вот у нас все хорошо. И после этого отпускают этот вопрос, и возникает беременность. Вот два случая. Есть лифида. Вот таких вот помню, да. А если припомнить, наверное, даже и побольше будет. Это хорошо. То есть дети притягивают детей. Вот так вот. Друзья, если вы хотите задать вопрос или высказаться по теме нашего сегодняшнего обсуждения, звоните 46 90 60. Мы говорим о том, что некоторые выбирают себе философию жизни child free, то есть жизнь без детей, по тем или иным причинам. Звоните, у нас в студии сегодня психолог, и после короткой рекламы мы снова будем в прямом эфире. Вы смотрите «Случай с практикой». Мы работаем в прямом эфире 46 90 60. Сегодня у нас такой детский вопрос. Кто-то не хочет иметь детей сознательно, кто-то наоборот. Вот, например, 53% россиян по данным вопросам считают, что в семье для счастья должно быть два ребенка. Между тем, кто имеет двух чат, сообщили только 38, почти 40% респондентов. Ну, почти половина россиян получается. Ну, вот таковы данные опросов. У нас на связи есть телезритель, по-моему, из Воркуты мне подсказывает. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. У меня второй брак, вот с мужем сейчас, и у меня такой вопрос. То есть у меня первого брака от девочки уже 15 лет, и мы бы хотели с мужем вот со вторым иметь ребенка. У нас ситуация очень такая, вот мы друг другу с 27 лет, он брака оставил первого, я 15 лет брака оставила. То есть там вот люди, мы другу подходим идеально во всем, но у нас ситуация такая, что вот я еще являюсь инвалидом второй группы по зрению, мы не можем зачать ребенка, а у нас очень низкий антивиллеров гормон. Что-то можно в нашем случае сделать? Я пью заменительно гормональную терапию. Что-то можно сделать в нашем случае? Спасибо. Мне 36 лет, ему 51. Спасибо. Вопрос понятен, я не знаю, только, наверное, может быть, это не совсем к вам, может быть. Ну вот в перинатальном центре принимают доктора, репродуктологи, которые как раз вот этими вопросами и занимаются. То есть это вопрос, скорее всего, к ним. Нужно записаться в регистратуре и подъехать к назначенному времени. Можно письмо написать на сайте, как раз обратиться к репродуктологам. То есть свою ситуацию описать, что они ответят. Если пригласят на прием, значит приехать в какое-то время. То есть это лучше уже непосредственно с врачом проконсультироваться? Да, то есть это не столько психологический вопрос, сколько медицинский вопрос. Поэтому вот. Но то, что доктора принимают и помогают, это я могу сказать точно. Ну получается, что нужно в наш перинатальный центр обратиться, да? Да, в перинатальный центр. Поэтому вот, наверное, такой, только я могу вам подсказать вариант. Обратитесь к нашим врачам в перинатальный центр в Сыктывкаре. И на сайте его это можно, да? На сайте прямо можно вопрос сформулировать и прямо адресовать его репродуктологам. Тем более. И репродуктологи уже напишут какой-то ответ. И, соответственно, потом подъехать, если в этом будет необходимость. Может быть, даже можно будет вызвать результаты анализов, допустим. Да, да, там уже дальше, уже есть. Так что выходите на сайт тоже, да, и надеюсь, у вас все получится. Есть у нас снова телезрительная связи. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я хотела поделиться бы мнением. Да. Мне кажется, многие молодые люди, женщины и мужчины, которые так рьяно говорят, что, ой, дети не нужны, я не хочу, может быть, в силу того, что они не могут иметь детей, вот как бы этими фразами они прикрываются. То есть, такая защитная реакция такая, да, получается? Да, да, спасибо большое вам. Всего доброго. Спасибо. А такой вариант возможен? Почему не возможен? Конечно, возможен, да. То есть, есть проблемы, но они просто говорят, что нам это не нужно. И, в общем-то, такое защитное поведение, почему они должны всем рассказывать о своих проблемах? Их надо решать, но не обязательно со всеми людьми делиться и так далее. Такой вариант возможен, он есть. А вот, скоро мы вернулись, опять же, к Child Free. Есть, я так понимаю, несколько форм, да, вот этого явления. Можете о них рассказать? Да, ну, первая форма, это когда человек говорит, что мне пока детей, ну, с детьми никуда. У меня нет жилья, у меня там с работы непонятно, у меня зарплата маленькая. То есть, пока он относит себя к категории, что мне дети не нужны. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь он так будет считать. Вторая категория, это которые более устоявшиеся в своих мнениях, которые считают, что рожать мы не будем, могут пойти на стерилизацию, несмотря на то, что детей у них нет. Ну, чтобы каким-то образом до конца уже конкретно решить этот вопрос для себя. Вот, ну, это вторая категория. То есть, это их позиция, у них другие ценности, они идут к своим целям. А третья позиция, которые не хотят детей, но более того, они объединяются в сообщества, они в соцсетях создают непосредственно группы, делятся своими переживаниями, проводят друг другу на так называемую психотерапию. То есть, у них эта тема для них очень актуальна, и они не могут молчать по этой теме. То есть, они все время ищут себе сообщников. Они борются, в кавычках, с теми, кто заинтересован в детях, кому дети нужны. То есть, они выдвигают свои аргументы, они говорят про налоги, почему мы налоги должны платить на детей и так далее. То есть, такая более агрессивная политика у них, у третьих. То есть, это практически общественное движение, антиподы такие. Да, оно немногочисленное, поэтому какую-то угрозу безопасности не представляют, но, тем не менее, оно есть. Такое есть. Да, и соцсети, которые сейчас, общение сейчас там происходит активно, соответственно, площадка для выражения своего мнения есть. Еще один такой вопрос. Вот по статистике, я так понимаю, довольно много бесплодных пар сейчас, и вот есть такая тенденция к увеличению. Или я, может быть, не прав? Скажите, пожалуйста. Ну, тенденция к увеличению есть, да, особенно мужского бесплодия в том числе. Но чем можно объяснить? Ну, одна из причин, причин много, но одна из причин – это большое количество стрессов у мужчин. То есть, ему, например, 25 лет, мужчине, но он считает, что я к этому времени уже должен чего-то добиться. Я должен получить образование, я должен купить себе квартиру. У меня должна быть нормальная машина, у меня должна быть там красивая супруга. То есть, это все привносит в его жизнь очень много тревог, стрессов. Он должен соответствовать каким-то параметрам, что если это все у меня есть, значит, якобы жизнь у меня удалась. Если что-то я где-то не успешен, то значит, я вот не соответствую каким-то стандартам жизни. Все это приводит к тревоге, к стрессам и сказывается как раз вот на детородной функции. А вот как в какой ситуации получается быть? Надо не подгонять себя, что ли, под общие рамки какие-то? У каждого свое счастье. И можно без машины за 2 миллиона счастливо жить. Правда же? Согласен. Да. То есть, какие-то рамки есть, кто-то их придумал, но это не значит, что все должны следовать. И счастье, оно одинаково для всех. Счастье, оно многогранно. Вот. И чем это раньше поймешь, тем лучше для тебя. Потому что можешь догнаться за этими материальными благами всю жизнь, их достигнув, а счастье так и не получив. Назад обернулся, а там ничего. Жизнь прожита, а счастье-то где? Гнался, гонка была, да. Там нервы были, да. Стрессы были, да. А счастье-то где? Вот я про что. А важно быть счастливым. Вот у меня машина не за 2 миллиона, и меня это устраивает. Есть у нас телезритель на связи. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, наконец-то у нас мужчина дозвонился. Говорите, мы вас слушаем. Тут не просто мужчина звонит, включу и ребенок звонит. И ребенок еще? Здорово. Вот, как раз ребенок вас смотрит и хочет вам задать вопрос. Нашему дяде. Давайте. А я хочу мальтикать тебе. Ребенок, я хочу мальтикать. Братика хочет, да? Это хорошо. А я надеюсь, что родители как бы тоже там в этой области как бы что-то делают, какие-то подвижки есть. Будем надеяться, что у вас все получится. И можно будет потом понянчиться с братиком, поиграться. Мне кажется, что это будет только здорово. Очень хороший звонок, спасибо вам. Я надеюсь, что, может быть, после братика еще и сезренкой появится. Всякое бывает. Вопрос еще такой довольно острый, наверное, для актуальных, в общем-то, он, наверное, всегда был. Это аборты. Вот статистика в этом направлении, о чем она говорит? Есть ли увеличение, опять же, или все-таки какой-то вот этот уровень стабильно, скажем так, держится? Увеличения нет, даже сокращение есть абортов, да. То есть тенденция к сокращению есть. То есть приняты законы на государственном уровне, которые обязывают работать с каждой женщиной, которая принимает это трудное решение. То есть обязательно консультация психолога с каждой женщиной перед тем, как она примет решение. Кроме того, дается или два дня тишины, или семь дней тишины. Вот что это такое? Это значит, что когда она обратилась к гинекологу, ей поставили диагноз беременность, а она, например, по каким-либо причинам не может сейчас рожать, она отказывается от беременности, сразу же ей никто ничего не сделает. То есть дается два дня тишины на обдумывание время, если маленький срок беременности, а если срок до 12 недель, то семь дней тишины, чтобы она подумала, взвесила все, посоветовалась с людьми. Может быть, кто-то ей поможет в этой ситуации принять решение на сохранение жизни. То есть мы все за сохранение жизни, только в каких-то крайних ситуациях уже, ну, если женщина считает, что выхода никакого другого нет, то она тогда уже вот идет на прерывание беременности. То есть вот такое есть. И в этой связи, что я скажу, ну, исходя из опыта, декларируются какие причины прерывания беременности. Как правило, первая причина, которая называется обычно на консультировании, это отсутствие финансов, что у меня нет денег или у нас денег нет для того, чтобы еще ребеночка заводить. Потом такие причины идут. У меня нет мужа, например, один ребенок есть, мужа нет. Поэтому как мне одной воспитывать двух детей? Потом называются работы, ну, такие, как потеря. Вдруг с работы уволят, вдруг кризис, там мы работу потеряем. И про ипотеку всегда вспоминают о том, что вот эту ипотеку надо еще платить. Это точно. Что сейчас нет возможности для того, чтобы еще было пополнение в семье. Вот. Но это на поверхности. Если начинают с человеком работать, то выясняются более такие вот глубинные причины, которые не лежат на поверхности. Что к ним относится? Разногласия в семье. Что, ну, просто люди уже разлюбили давным-давно друг друга, живут просто что в общей квартире. И, соответственно, счастья в этой семье нет. Никто не счастлив. И зачем еще рожать ребенка, который тоже не будет счастлив, соответственно, в этой семье. Или причина инфантильность, нежелание брать на себя ответственность. Это характерно для достаточно молоденьких девушек, которым лет 19-20, которая забеременела, но абсолютно еще не нагулялась. И ей ребенок не нужен. И, в общем-то, даже, возможно, если она решит его оставить, то она вряд ли на хорошей матерью и будет. То есть всегда, когда мы с ними работаем, всегда стараемся никого не уговаривать, потому что ответственность все равно этих людей. А родить ребенка, который потом никому не нужен, наверное, тоже неправильно. Наверное, да. Ну, скорее всего, согласовский вопрос. Есть у нас снова телезрители, желающие пообщаться. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Ага, добрый день. Вот хотелось бы вернуться немножко к предыдущему. Да. К предыдущему по теме. Да, вот у нас была именно саморепродукция, проблема стрессов. Да, то, что у нас мужчина испытывает сильный стресс. Вот как бы хотелось немножко сказать. Вот у нас, грубо говоря, первобытно общины строили. Люди боролись за жизнь. Это был гораздо сильнее стресс. Там, в русских веках, там, 19-20-й, да. То есть в это время мужчины все время боролись, испытывали сильный стресс. Тем не менее, население даже нашей страны, оно увеличилось. То есть все-таки вот стресс тут проблема? Или все-таки действительно инфансивность мужчин? То есть вот как бы стресс, насколько это действительно такое сильное действие оказывается? Немножко непонятно. Спасибо. То есть поясню. Я сказала о том, что к бесплодию могут приводить одна из причин, которые называются большое количество стрессов. Но это не единственная причина. Их на самом деле очень много. И более того, развитие цивилизации тоже способствует тому, чтобы количество людей уменьшалось. Проводили эксперимент с мышами. Собирали мышей в одно какое-то место. И у них была еда, вода и все условия для хорошей жизни. Все благи были. Все благи. Все в неограниченном количестве. То есть ничего делать не надо. Еда есть, вода есть, сон сколько хочешь. И стали наблюдать за этими мышами. И к чему пришли? Что в этой ситуации самцы меньше уделяют внимания самкам. У них все есть. Им не надо бороться. У них и так все хорошо. То есть у них пропало почему-то желание именно продолжать род. И потом эти все мыши так и вымерли. То есть в ситуации, когда все с неба падает, и ничего делать самому не нужно, вот эта инфантильность, она тоже как раз приводит к тому, что уменьшается количество особей и вымирают. То есть это, поэтому я согласна с телезрительницей, с нашей слушательницей, что очень много причин может быть. И вот эти две причины, которые мы назвали, это тоже не все далеко. То есть можно еще много думать по этому поводу, читать, анализировать. Так что вот, может быть и хорошо, что доллар сейчас дорожает и евро. Может быть сбодрит нас и рождаемость пойдет наверх. И снова у нас телезритель. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Вот у меня как бы один вопрос к психологу, да? Это сделать телевизор Батиста? Да, да, который мы слышим. Вот мне как психолога я послушал, и как бы сказала то, что у мужчин проблемы. Ну не знаю, мне пятый десяток как бы, и у меня сыну первому 22 года, а дочке два года. У меня одна проблема только состоит в том, что у меня вторая жена, ну как бы развод получился из-за того, что я квартиру ребенка не прописал. Я говорю, а зачем? Все равно эта квартира останется у моего самая младшая. Алло? В чем проблема? То есть из-за того, что вы записали, расстались из-за того, что вы записали квартиру на первого ребенка? Так я такой, квартирный вопрос, я так понимаю. Вообще, если проблема есть у человека, ее нужно решать, и не с помощью телевидения. Нужно идти на консультирование кому-то из психологов. Все для себя решить, определиться и жить счастливо. То есть вот этому мужчине я предлагаю найти психолога, который ему по душе. Может, это мужчина будет, например, как вариант. Может, мужчине легче. То есть, в принципе, вот этот вопрос тоже можно решить. Конечно. То есть решить для себя, правильно я поступил, неправильно я поступил, и так далее. Как я в будущем буду поступать? Какие мои ценности? Я так понимаю, что здесь был такой некий выпад в сторону. женского населения, что, получается, она в ситуации вот так вот повела себя несколько меркантильно, что ли, получается, да? Ну, тут все очень индивидуально получилось. Конечно. Тем более, что вопрос уже, ну, дело уже сделано. То есть уже, как сказать, не сейчас ситуация выбора, я так поняла. Да, я так понимаю, что да. То есть уже дело сделано, только сейчас человек ищет какие-то попытки или себя оправдать, или кого-то обвинить. То есть вот это вот. Прав я был, неправ я был, правильно я поступил, неправильно я поступил. Но раз эта тема для человека актуальна, надо ее вот именно проработать. Чтобы она уже не погрязнуть потом, не окончательно. Да. И чтобы она уже как бы вот красной лампочкой в голове не висела там, чтобы там правильно я сделал, неправильно я сделал. Из-за квартиры семья разрушилась. То есть что-то, видимо, у человека еще не все в этом отношении, ну, не все точки и поставлены. А вдруг будет потом третья жена, третий ребенок, и будет большой дом, и все будут вместе жить. Так что дай Бог, чтобы все получилось хорошо, разрешилось. И у нас, наверное, уже заключительный звонок в этом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот женщины делают аборт чаще всего под нажимом мужчин, и остаются на всю жизнь бесплодные. Может быть, с абортом женщины кастрировать мужчин, чтобы они понимали ответственность, на что идут. А то женщины уродуют, а сами припевают, и потом живут. И семьи имеют хорошие. Спасибо. Чтобы это было. Спасибо, понятно. Идея справедливости. Радикальная такая. Радикальная такая. Да, встречается тоже, наверное, да, что мужчины действительно вот надавливают на девушку. Да, но это не всегда. Зачастую это ее выбор. Вот. А есть такие женщины, на которых давят, но тем не менее она принимает свое собственное решение. В мире все есть. Весь спектр событий. Кто-то не слушает мужа, а кто-то очень под сильным давлением находится его. И ей приходится принимать те правила игры, которые он ей диктует. Вот. Не всегда после аборта бесплодие. Не всегда аборты приводят к бесплодию. Но такие случаи есть. То есть не всегда причина в этом. Ну вот, когда, если действительно кому-то из девушек предложат сделать аборт, может быть, действительно, вот по предложению телезрительницы, пусть она скажет, а давай тогда мы тебе сделаем в эзотомии. Чтобы мужчина тоже задумался, а как так действительно, вот, может быть, вдруг так случится, к сожалению, потом она не сможет иметь детей. Да, такое может быть. Так что, конечно, очень многое зависит от решения девушки, женщины в этой ситуации. Но и нам тоже не стоит себя вести по-свински, дорогие мужчины. Ну что ж, мы сегодня заканчиваем наш эфир. Я надеюсь, что в любой ситуации, как наш психолог, наш гость сегодня Ирина Кияшко сказала, можно найти выход. Главное, обратиться к специалисту. Главное, хотеть этого сделать. И тогда все разрешится благополучным образом в итоге. Желаем, наверное, побольше вам детей, здоровых, и вам тоже всем здоровья. Вам огромное спасибо за то, что ответили на наши вопросы, на вопросы телезрителей. Напомню, в нашей студии сегодня была Ирина Кияшко, психолог. Желаем вам тоже психологического комфорта, и чтобы все пациенты, которые к вам приходили, клиенты, уходили от вас с правильным решением. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, с вами прощаюсь на неделю. В понедельник в случае с практики будет вести моя коллега Солнечная Екатерина Столярова. А в качестве гостя в нашей студии будет Светлана Турова, руководитель проекта «Сделаем вместе». Всего вам самого доброго. Хороших выходных.